У меня у самого в жизни с компьютерными играми есть одна очень трагичная история. Она разошлась без преуменьшения по всему свету даже десятки версий этой истории. Мне не очень приятно об этом вспоминать. История это начало 2000-х годов, довольно давно, и в интернете легко ее найти, если вы наберете ключевую фразу, что парень продал душу свою дьяволу в компьютерной игре. Это моя история. Поэтому я на личном опыте знаю, насколько это может быть опасно. Однако делать из этого сразу какой-то радикальный вывод и жупил я тоже не готов. Объясню почему. Потому что любая вещь, доведенная до крайности, может стать очень опасной. Любая вещь. Я не готов сейчас приводить какие-то особенные примеры, но очень простые вещи в нашей жизни, если мы их доводим до крайности, радикализируем, могут стать опасными. И любая хорошая вещь может формировать в нас зависимость к ней. И вот это всегда опасно. Зависимость от игр, зависимость от фильм индустрии, зависимость от книг, от спорта. Хотя они не так в социальном смысле опасны, как зависимость от наркотиков и каких-то других вещей. Но тоже таит в себе опасность, потому что мы должны быть свободны от всего. Ничто не должно нами обладать. Но в некотором смысле, опять же, в определенных рамках временных, учитывая культуру, какую-то дисциплинирование себя, детей своих, я думаю, это может быть в жизни христианина, при этом не становясь грехом. Я люблю книги, я люблю иногда смотреть фильмы. Даже сегодня успел с утридца одним глазом в один глаз посмотреть. Очень интересный фильм. Даже немножечко фильм-открытие для меня был, но пусть это останется маленькой тайной дождушителей.